скажите как сохранить от пожара строящийся или уже построенный дом если много болячек как восстановить здоровье мне 45 надо же в 45 лет и много болячек странно это смотрите как лечить все болячки сразу я подсказать вам не смогу если бы я это знал я бы наверное всем бы уже рассказывал налево и направо я не могу вам объяснить как много болячек или восстановить здоровье не знаю какие три способа восстановить здоровье это пост это периодический пост голодный то есть один день раз в 10 дней не кушать никакой пищи просто пить водичку второе это прогулки и третье это быстрые активные дыхательные процессы то есть выходите на улицу очень быстро и активно начинаете дышать при этом хорошо на вдохе во на выдохе в на вдохе хона выдохе ху и так далее и как избавиться от огня почему этот вопрос вообще вас начинает беспокоить разве есть предпосылки почему я говорю о том что не нужно самое лучшее самая лучшая защита это конечно же пофигизм у меня была такая ситуация в моей жизни я когда-то был удивлен одержимостью одной женщины которая покупая лексус сказала нужно обязательно поставить очень много защиты иначе его украдут я и говорю алена почему ты решила что кто-то должен у тебя воровать этот лексус она говорит но я не знаю но лучше все сделать вы представляете она купила лексус и охранник который был она приехала к своему родному дяде поставила в его ресторанный комплекс во дворе этот автомобиль это было вечером сама с этим дядей начал выпивать ключи оставила там где-то у администратора на столе при этом охранник который охранял этот ресторан он сел в эту машину посадил туда кучу детей и с разгона врезался куда-то и машина пострадала от этого но он и с успехом угнал и тогда для чего я это все говорю не ставьте сразу же программы вы еще не успели начать жить а у вас уже должен быть пожар почему вы решили что это должно произойти не создавайте ментальные программы проходите мою школу чистите свое сознание не делайте так отгоняйте такие мысли нос но а ну почему не потоп не сель не мель почему не землетрясение почему пожар обязательно должен быть ну что это с вами такое и так чтобы не было никогда пожара можно ли как-то бы от этого избавиться конечно есть три элемента работы эзотерика или мага или какого-либо человека с окружающим миром об одном из них я вам сегодня расскажу это уважение и милость даже не так это уважение и нежность если человек гладит воду или уважает и гладит огонь как бы гладит огонь если человек уважает и гладит ветер как бы уважает проявляет нежность но можно не гладить вот в типичном таком виде а мысленно представлять будто вы гладите то вот такой метод производит дальнейшем милость то есть этот огонь будет к вам милостливым то есть если вы зажигаете где-то огонь мысленно представляете будто вы его погладили сказали ему молодец сказали ему благодарю тебя и так далее тогда милость будет к вам и пожаров не будет